Грустные новости пришли из Англии. Тысячи футболок с надписью «Англия – чемпион мира 2022» остались без хозяев. Привет! Если вы думаете, что на сегодня хватит жутких новостей, то вы здесь не случайно. И прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк и подписаться. Олимпийский комитет США выступает за участие России в Олимпийских играх 2024 в Париже. А раньше никак нельзя было. За отстранение России и Беларуси также выступали США. При этом есть один нюанс – выступать страна должна снова под нейтральным флагом. Затем в телеграм-каналах появилась информация о том, что 10% сборной каждой страны должны представлять ЛГБТ-спортсмены. И только все выдохнули, что информация оказалась фейком, как появилась еще интереснее. В Канаде официально разрешили однополые дуэты в парном фигурном катании и танцах на льду. Федерация специально изменила определение понятия дуэт. Раньше дуэты состояли из мужчин и женщин. Теперь они будут включать из себя двух фигуристов. Вместо определений мужчина и женщина будут использовать понятия фигурист А и фигурист Б или партнера. И вот фигурасты пришли, откуда не ждали. При этом санкции с Белоруссией и Россией по-прежнему никто не снимал. Демократичненько. Жузеп Боррель анонсировал введение санкций против Ирана за поддержку Украины. Дипломат перепутал Россию и Украину, но своей ошибки не заметил. Сильно напоминает мне одного человека. Путин может окружить Киев танками, но он никогда не завоюет сердца и души иранского народа. И если коллективной деменцией в речах западных спикеров мы уже как-то привыкли, то президент Байден еще и эпатирует публику своими действиями. Что не выход, так что-нибудь с ним по пути произойдет. То заблудится, то упадет, то с призраками поздоровается. А на этот раз опять велосипед. Утка все бежала и бежала, пока не нашла пруд. Господин президент, нам только что сообщили, что на Землю напали инопланетяне. Ага, ясно. Сэр, они уже разрушили несколько городов. Если ничего не предпринять, они убьют нас всех. Я понял, но я займусь этим позже. Я должен узнать, что случилось с этой уткой. Долгожданная встреча с двухколесным другом произошла на детском празднике. И когда детям стали раздавать подарки, Байден понял, что упускает момент. Хотел был прокатиться, вот только руль отвалился. К счастью, на место происшествия успела маленькая девочка. Грустные новости пришли из Англии. Тысячи футболок с надписью «Англия – чемпион мира 2022» остались без хозяев. Теперь ими моют окна. Ничему жизнь не учит английских болельщиков. Только успели свести татуировки с надписью «Англия – чемпион Евро 2020», как пришла новая напасть. Теперь один английский предприниматель настолько был уверен в победе своей команды, что пошил 18 тысяч футболок сборной Англии с фразами «День, когда футбол вернулся домой». На лицевой стороне красуется эмблема сборной с надписью «Англия – победитель чемпионата мира 2022». Футболки были напечатаны еще до злосчастного матча с французами. Затем предпринимателю только и оставалось наблюдать, как Гарри Кейн не забил пенальти, и его надежды деньги безнадежно сгорают. Изначально футболки стоили 35 евро, но в связи с непредвиденной ситуацией цену пришлось снизить до 11 за штуку. Уже пришлось пойти на отчаянный шаг и расписать информацию о потрясающей ткани, которая подойдет для мытья окон и полов. «Мы не хотим возвращаться в Советский Союз», – заявила Майя Санду. «Я неоднократно слышала голоса из Москвы о том, что там хотят возродить Советский Союз. Это прямым образом затрагивает нас. Мы не хотим возвращаться в Советский Союз. Мы хотим жить в свободном обществе, в демократичной стране», – заявила она в интервью одному из румынских СМИ. Откуда и какие голоса слышат Майя – это, конечно, отдельный вопрос. Но возникает другой. Неужели женщину и правда кто-то позвал? Если послушать их, то Молдову хотим в Советский Союз, то на Польшу напасть, то Прибалтов всех поработить. Но они не такие. Они, птички, свободные. А что касается заявления нашей Майи, то, разумеется, они не хотят. В СССР был отбор пожестче, и такого кандидата по району Совет бы даже не взяли. Да и не нужно было бы этого Майя. Жила бы счастлива в селе, возможно, пользовалась бы уважением в коллективе. Хотя это не точно. В США и Канаде продается детская книжка о Санта-Клаусе и его мужа. И вот детство закончилось. Привет! Если вы думаете, что на сегодня хватит жутких новостей, то вы здесь не случайно. И прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк и подписаться. Карин Жан-Пьер заявила, что США обеспокоены ролью Беларуси в СВО. И это только сейчас. Вообще, если собрать все беспокойства, то мы увидим глубоко озабоченную страну. То их беспокоит возможное военное сотрудничество России и Ирана. То смущает, что страна входит в ООН. Вас удручает тревожность? Глубокая обеспокоенность? Каждый день вы просыпаетесь взволнованным, а засыпаете в сомнениях? Мир не хочет вам принадлежать? Возможно, вирус Вашингтона уже протекает в вас. Но вернемся к цитатам пресс-секретаря Белого дома. Она добавила, что Вашингтон следит за расстановкой сил Беларуси, в том числе в России. Что тут сказать? Всем, конечно, приятно внимания. Кто теперь кого переглядит? Но опять они кое-что упомянуть забыли. США начали поставлять оружие задолго до начала СВО. Но в чужом глазу, как говорится. Открыта новая вакансия в Твиттере. Ранее Илон Маск провел опрос в своем аккаунте. Должен ли он покинуть свой пост? Большинство пользователей проголосовали за. Теперь он ищет нового преемника. Следом за Маском провел свой опрос внезапно Снупдок. И это стало самым большим соотношением голосов за в истории соцсети. Выбор народа понятен. Дела у компании явно хуже не станут. Вот только зачем ему Твиттер? Как оказалось, невыгодное это дело. Посев может не взрасти. И я ни на что не намекаю, но где-то без дела ходят Чубайс. Теперь к войне иноагентов. Издание проекта внезапно наехало на Медузу. Да что у них там вообще такое происходит? Оказывается, издательство внимательно изучили статьи и пришли к выводу, что 90% прогнозов Медузы не сбылись. А те, что сбылись, были взяты из телеграм-каналов. Благодарим за столь глубокий анализ статей своих соседей по несчастью. И похоже, что голодные игры за бюджеты уже начались. Девочки, вы главное не ссорьтесь. Запад за неэффективность работы все равно лицензию отзовет. А подобным политическим прогнозистам предлагаю лучше освоить карты Таро. И то эффективнее будет. В США и Канаде продается детская книжка о Санта-Клаусе и его мужа. И вот детство закончилось. Издание поступило в продажу еще в 2017 году. Сказка для детишек рассказывает, как американский Дед Мороз женат на своем коллеге. И в полном соответствии с канонами толерантности брак не только не традиционный, но и межрасовый. Один Санта-белый, а другой афроамериканец. Живет пара в любви и согласии, хотя и не без сказочных проблем. Например, из-за глобального потепления домик Сант подтекает. Если вы думаете, что хорошо, что до эльфов не добрались, то смею вас разочаровать. У семейной пары возникают споры с их профсоюзом. Но главное, что Санты всегда находят время друг на друга. Ну что ж, у любой сказки должен быть вывод. Ведите себя хорошо, иначе супруги Клаусы могут проникнуть и к вам. Через домоход. Ушастый персонаж перечеркнут красной чертой и обозначен оккупантом. Привет! Новая рабочая неделя подходит к концу, а это значит, на сегодня хватит самых странных, абсурдных новостей недели. Но прежде чем мы начнем, не забудьте про лайк и подписку. В школах Киева появились плакаты с призывом бойкотировать чебурашку. Ушастый персонаж перечеркнут красной чертой и обозначен оккупантом. А как же крокодил Гена? Или он стопроцентный украинец? По всей видимости, слухи об успехе фильма дошли. Им заинтересовались украинские дети. Гонения еще на советский мультик начались еще в 2021 году. Национальная служба безопасности Украины обнаружила там пропаганду визитов в Крым. И речь идет о сцене, где Гена Чебурашка и Шапокляк стоят на вокзале, а за ним виден вагон с надписью «Ялта Москва». Кстати, о Шапокляк. Полагаю, ей дадут звание народного героя. Все-таки воевала против оккупанта Чебурашки. И следующей персоной Нонграда станет кот Леопольд. А вот персонажа Хрюша украинцам нужно все-таки оставить. Польша предложила Украине передать культурные ценности. На временное хранение, разумеется. А это значит, в случае краха нынешнего киевского режима предметы искусства останутся у них. Ничего не скажешь, добрый сосед. А там, где временное хранение, там и временное пользование. А что? Это такая забота по-польски. В Варшаве уже заявили, что имеют подготовленные склады в библиотеках и музеях. А упрощение перевоза через границу увеличит объемы контрабанды в Европу. Так что такое предложение вполне могут киевские власти и принять. А что в итоге? Мало того, что все продали, а что не успели, бесплатно раздадут. Разгром России является одним из приоритетов внешней политики. Об этом заявили МИД Латвии. Вот это серьезная угроза. Уже можно начинать бояться? США вот пытались разгромить не один десяток лет. Да только все никак не получается. А что касается едва заметного государства на карте, то кажется, их власти больше озабочены тем, как насолить Россию, чем улучшить жизни своих граждан. Доходят до совсем тяжелых случаев. Например, недавно латвийский депутат заявил, что нет никакой русской нации, а сам русский язык возник как диалект, когда татары-монголы пытались говорить по-украински. После этого и заявления многие усомнились в наличии у него хотя бы школьного образования. Латвийские власти считают, что бумажка о союзе с НАТО дает им непробиваемый щит. И можно прячься за ним, погавкивать на Россию. Вот только мы наглядно видим, что договоренности у Европы уже мало что значит. А вот за базар рано или поздно придется отвечать. Майя Санду не нашла прессу на официальной церемонии. А что, даже румыны не пришли? Прессу не пригласили или она не пришла? Что случилось? Поинтересовалась президентка Молдовы. Так она же всех закрыла. Но, натягивая улыбку, Майя решила дважды уточнить. Но президентке не стоило так волноваться. Забвение ей точно пока что не грозит. Молдоване на протестах только так ее вспоминают. А выжившая пресса в Молдове не только не приходит, но иногда проявляют даже заботу. Так бывший глава правительства заметил, что в прошлом году СМИ не рассказывали о ВВП за третий квартал. А то девушка снова куда-то улетит, еще расстроится по дороге. Но злополучная информация все же пролезла. Так стало известно, что инфляция в стране в 2022 году составила 30%. Что стало худшим результатом в Европе. Ой, надеюсь, Майя не увидит это видео, а то еще расстроится. В очередном сезоне сериала «Викинги» и «Вальхала» от Netflix появился новый персонаж. Темнокожий воин. Привет! Если вы думаете, что на сегодня хватит жутких новостей, то вы здесь не случайно. И прежде чем мы начнем, не забудьте поставить лайк и подписаться. Советник президента Украины Алексей Арестович ушел в отставку. А точнее, его туда отправили. Куда любопытнее, за что говорящая глава Зеленского попала в немилость. Арестович, что называется, попал. Причем во всех смыслах. Он, напоминаем, в прямом эфире заявил, что в Днепропетровске жилой дом мог быть разрушен ракетой, перехваченной украинскими ПВО. Сбитый снаряд упал на здание и взорвался. Об этом ему якобы сказал знакомый военный специалист, которому Арестович всегда доверял. На него тут же набросились со всех сторон. И украинские военные, и депутаты. Как же так? Как он мог такое сказать? Переживать за него не стоит. Без тепленького местечка он не останется. Ожидается, что место Арестовича займет Кличко. Даже если он захочет сказать правду, то вряд ли сможет сформулировать. По молекуле газа нельзя судить, российский он или другой. Об этом заявил глава Молдавского Энерджиком. А правый глаз его смотрел в сторону РФ. Недавно вице-премьер объявил в страну независимые от российского газа. Новость подхватили все Укра-СМИ. Радость-то какая! Спрыгнули с газовой российской трубы. Вот только опять что-то пошло не так. Когда мы говорим о том, что мы купили газ в точке между Словакией и Украиной, мы не знаем происхождение газа. Это может быть смесь из многих стран. Мы не можем сказать, что газ 100% российский или европейский или американский. Нет уверенности, откуда он поступает. Страшно, очень страшно. Мы не знаем, что это такое. Если бы мы знали, что это такое, мы не знаем, что это такое. Чей же газ? Игорь Гросо утверждает, что Кишинев научился покупать газ благодаря хорошим связям с западными и румынскими партнерами. Однако сейчас газ в Молдову поступает через украинский пункт по трубопроводу из России. Вот это мы понимаем. Хорошие связи и альтернативные источники. Эх, Молдова, Молдова. Главное ведь, что провозгласили независимость от здравого смысла. В очередном сезоне сериала «Викинги» и «Вальхала» от Netflix появился новый персонаж. Темнокожий воин. Это само по себе будет покруче даже нашествия инопланетян на Землю. Так еще и прибыл этот экзотический персонаж. Ни за что не догадаетесь откуда. Прямо из Великого Новгорода. Там также все были такие в Средневековье. Разве нет? Американским сценаристам, конечно, видней. Дно толерантности пробито. Ладно, к сказочным феям, хоббитам всех кофейных оттенков мы уже привыкли. Но здесь покусились на святое. Рюрик их подери. А может быть, американцы осуществляют свою мечту о цветной революции в России. Вот только получилось какое-то цветное недоразумение. Пентагон выпустил доклад по НЛО за 2022 год. Но, наконец-то, Скали Маудер, Сергей Дружко! Мы ждали этого события столько лет. Ведь проклятые инопланетяне всегда прилетали исключительно к американцам. Кстати, одна организация сделала запрос. Почему Пентагон скрывает некоторые видеозаписи? Но кроме тех, что выглядят так, будто бы их снимала камера 30-летней давности. Ответ не заставил себя ждать. Публикация материалов представляет угрозу национальной безопасности. И вот, наконец-то, нам представили доклад, который рассказывает о 510 зафиксированных случаях. Но детально изучить смогли лишь 366, из которых оказалось 26 были беспилотниками, 163 просто надувные шары. И еще 6 были помехами типа птиц или унесенных ветром пакетов. А вот с остальными случаями пока не определились. Но их, кажется, спишут на плохое зрение. Это что же получается? Что никаких инопланетян нет? А кто же тогда, по их мнению, Жанна Агузарова? Румынский министр ответил храпом на вопрос об Украине. Или хрюканьем. На телеканале обсуждали негативное влияние украинского конфликта на румынских фермеров. Министру позвонила ведущая и представила чиновнику слово. Пришлось пообещать зрителям, что свяжутся с министром позже. А вообще, правильный ход. Когда не захотел отвечать на вопрос, сделал вид, что спит. А заодно и хрюкнул в поддержку. Грета Тумберг снова в центре скандала. Шведскую экоактивистку задержали немецкие полицейские. Помните детскую считалку? Вышел ежик из тумана, так это про Грету Тумберг. Сто лет про нее не было слышно. Какая тут экология? Других проблем хватает. Сошла девочка с повестки дня. А нет, напомнила о себе. И вот до боли знакомая ситуация. Грету под белой рученьки тащат стражи порядка. Как ее, простите, занесло в Германию? В течение четырех дней экологи пытались отстоять немецкую деревню, предназначенную к сносу ради расширения карьера по добыче угля. Полицейские Тумберг вроде бы сильно не помяли. А она все равно осталась недовольна. Но не ими. Разозлили девчушку не на шутку немецкие зеленые. Она им помогла пролезть в парламент, мягкие кресла в правительстве занять. Они предали ее идеалы вместе с деревней. Промолчали. Не заступились за активистов. Но их понять можно. Имидж, конечно, дорогого стоит. Но уголь в Европе еще дороже. Украинцы в Германии вышли на улицу с требованием танков и другого оружия. Напоминает, а позвонить не найдется? А если найду? Литва поспешила заявить, что себя считает частью танковой коалиции. Хотя танков у них нет. Привет, мои любители горячих новостей недели. На сегодня вам точно хватит, если вы не забудете поставить лайк и подписаться. Британские музейщики запретили слово «мумия». Теперь такое отношение к покойникам грубо и бесчеловечно. Как это по-английски? Сначала стырить мумии в Египте, а теперь слезно покаяться. Но как теперь мумий будут уважать? Сэром их точно величать не станут. Не спросят и о чашечке чая на ланч. Не вернут из Лондона домой. Их просто переименуют мумифицированные персоны. Да, в кино мумия теперь, похоже, никогда больше не вернется. Ни в пятой, ни в шестой, ни в символе десятой части. Разве только что в качестве этой самой, как его, персоны. Кто подал жалобу, остается только гадать. Надеюсь, что митингующих мумий мы не увидим. Страшно представить, что будет потом. Гендерно-нейтральный тотанхамон, который на самом деле чувствовал себя женщиной. В кабинете Лукашенко установили белорусский горизонт. Молодцы, белорусы. И в республике ноутбук уже продают. Но некоторые нашли повод поглумиться. Дескать, какой же он отечественный. Всего 12% там своего. Что же тут сказать? Кажется, мы забыли, как начинал Китай. Помните белую сборку, желтую? Потом желтое стало производством, а о белой вообще ничего не слышно. Так и здесь. Там, где 12, будет и 30. А там, глядишь, и все 100. Пока одни смеются, другие работают. Вот только первым потом уже будет не до смеха. Эмон Дэмс уберет из рекламы красного и желтого. И все другие цвета. И вот пришли за конфетами. В прошлом году компания заявила об изменениях внешнего вида персонажей, стараясь их осовременить. Споры начались еще с зелененькой. Она сменила сапоги на кроссовки. Следом переобули и коричневую. Убрали всю эту конфетную сексуализацию. И вот оно, казалось бы, то, за что боролись. Однако образы назвали крайне непривлекательными. А зелененькая стала беспрецепной, злобной стервой. И надо бы бежать от таких женщин. В переводе западноценного. Что бы ты ни сделал, все равно кого-нибудь оскорбишь. Но не цвета и гендеры людей ссорят. Они выявляют, кто из них долб... Индивид. Украинцы в Германии вышли на улицу с требованием танков и другого оружия. Напоминает, а позвонить не найдется? А если найду? Литва поспешила заявить, что себя считает частью танковой коалиции. Хотя танков у них нет. Шольц все же решил кинуть голодному Косте. И заявил о передаче тех самых леопардов. Правда, когда их передадут, неизвестно. Ничему история Германию не учит. Что будет с вашими танками, уже проходили 78 лет назад. А ЕС ничего не скажешь. Молодцы. Раскрушаются потихоньку. Скоро у самих не будет ни денег, ни танков, а только черенки от лопат. США достали со дна океана китайский воздушный шар. Самая раздутая новость недели. Привет. Это на сегодня хватит. И здесь мы обсуждаем самые горячие новости уходящей недели. Но прежде чем мы начнем, не забудь поставить лайк и подписаться. США достали со дна океана китайский воздушный шар. Самая раздутая новость недели. Всю неделю китайский шар терроризировал американцев. Впервые его заметили жители штата Монтаны. Затем гость полетел с запада на восток. Пентагон предположил, что шар передавал сигналы. Но запустив высокоточные ракеты, пришлось признать, надутого агента так просто не возьмешь. В Китае же заявили, что это был обычный метеозонд. И надуло его просто ветром. Но кто же теперь им поверит? В сети уже красуются фоточки борьбы со станками врага. И, судя по фото, шар сопротивлялся даже в водах Атлантики. И теперь электрического стула ему точно не избежать. Чтобы другим шарам неповадно было. Канада отправила один танк Украине. Один. Однако в Польше спрятался леопард. По словам министра обороны Канады, танк будет использован для обучения украинских экипажей. И потому на Украину он сразу не пойдет. Где-то в пути застряли и остальные. Зеленский по своему обычаю хотел выцегонить еще больше оружия. Но даже друг Джастин Трюдо сказал ему, что ты, братец, оборзел. Германия же одобрила поставку 178 танков. Но они нуждаются в ремонте. И до конца года могут не успеть. Советуем все-таки не заморачиваться с ремонтом. Для наших пунктов сдачи металлолома это и так подойдет. В Ирландии военных будут учить гендерному разнообразию. Скоро в окопах будет веселей. Новые знания военным решили привить после годового отчета комиссии. Так выразили беспокойство по поводу избыточно мужественной культуры. Которая ограниченно ценит разнообразие всех видов. Об этом говорится в докладе. Мы стремимся лучше представлять общество, которому они призваны служить. Поскольку население Ирландии становится все более разнообразным. Об этом заявили в ведомстве. Представляю, как это будет. Патрик. Враги наступают. А они хорошенькие. Тогда огонь. Контракты на поставку газа в Беларусь продлили. Пока Запад ломает голову над новыми санкциями, Россия и Беларусь ломают преграды в сотрудничестве. На днях президенты созвонились и обсудили текущие планы. В прошлом году они встретились не менее семи раз. И в этом году договорились встречаться еще больше. Такая сплоченность ЕС и не снилась. И пока Румыния поставляет Молдове дрова, и то в конце зимы, мы продолжаем обеспечивать себя всем самым необходимым. Когда хотели найти друга повыгодней, но ошиблись в расчетах. В Латвии хотят отдать машины Украине, конфискованные за нетрезвое вождение. Да у них прямо парад лучших идей. Такое предложение поступило от главы Минфина республики. Еще в прошлом году нетрезвых водителей стали привлекать уголовки и забирать машины. А дальше любой желающий мог купить их на аукционе. Теперь идея просто отдать их украинцам. Ничего не скажешь, молодцы. Сами же своими руками превращают Украину в типичную яжмать. Что бы ты ни сделал и что бы ни передал, ответом всегда будет, а че так мало? Министр финансов Швеции считает, что эффект от антироссийских санкций есть. Но какой именно? Загадка. Всем привет! Это на сегодня хватит. Пройдем по самым любопытным новостям. Ну а сначала с вас лайк и подписка. И начнем. В мире опять шаровой переполох. Что, опять про шар? Ну это про другой. Теперь вот над Украиной летает. Над Киевом пролетел неизвестный круглый объект. По мнению украинских ВВС, запустили его с территории России. Так это тоже атмосферу изучает. И вот совпадение. НЛО также было замечено и в Молдове. Пришлось даже закрыть небо на несколько часов. Не обошли стороной и Румынию. Истребители НАТО вылетели вслед, но ничего не нашли. Вывести проклятые шары на чистую воду решился все-таки Байден. Президент поручил создать группу, которая изучит этот вопрос. Но зря они, конечно, в это полезли. Если НЛО, Китай и Россия в одной команде, то Америке кирдык. Пусси Райт отказались выступать на одном фестивале с Анной Нетребко. А как они вообще оказались на одной сцене? Или мы, или оперная певица. Примерно так заявили участницы организаторам в Германии. Сначала на фестиваль пригласили музыкантов национальной оперы Украины и Харьковского драматического театра. Однако те узнали, что будет россиянка. И закатили истерику. Немцы на попятную не пошли. И сказали, что не будут отказываться на фестивале от российских артистов музыки и языка. Но украинцы свое участие отменили. И их заменили на Пусси Райт. Но и те взбунтовались по поводу своего выступления. А у них что, еще песни есть? Было бы эффектно, если бы сама Нетребко отказалась выступать с таким творческим коллективом на одной сцене. Но этого не произошло. Более того, в одном из своих интервью она заявила, что хотела бы усидеть сразу на трех стульях. Однако один стул из нее выбили, когда она публично осудила СВО. Многие россияне отказались идти на концерты. Второй стул ушел после первой отмены выступления из-за того, что она русская. А третий выбивают сами европейцы, заставляя делить сцену с такими, как Пусси Райт. И если раньше между ними была целая пропасть, то теперь остается только тырочка. Из России ушла Виагра. Но не стоит опускать руки. Американская компания заявила о приостановке поставок препарата. В сообщении министерства говорится, что лекарственный препарат соответствует международному непатентованному наименованию осиудонофил. И его производство не локализовано в России. А вот это должны были быть действительно ощутимые санкции. Кстати, пропажу Виагры из аптек заметили еще в октябре ушедшего года. Но в СМИ информация попала только сейчас. В Минпромторге уже заявили, что препараты с таким же действующим веществом будут производить. Так что сами справимся. Илон Маск назвал нового генерального директора. Им стала собака по имени Флоки. Дальше идут отличные рекомендации. Маск пишет, что собака отлично подходит на эту должность. Хорошо разбирается в цифрах и у него отменный стиль. Доказательство серии фотографий, где питомец сидит в очках и в галстуке перед стопкой документов. Снуп Док, по всей видимости, когда выдвигал свою кандидатуру, другому Доку проиграл. А ранее Илон Маск заявлял, что последние три месяца выдались чрезвычайно тяжелыми. Ему пришлось буквально спасать соцсеть от банкротства. Но он готов уйти после того, как найдет кого-то достаточно глупого для этой должности. Впрочем, глаза у собаки умные. А это значит еще не окончательный выбор. Ну а что, нормальный директор сначала выслушает тебя, Моуча, а затем облает. А правду или неправду, понюху определит. Министр финансов Швеции считает, что эффект от антироссийских санкций есть. Но какой именно? Загадка. Недавно США заявили, что экономика России устояла под напором западных санкций. Еще бы. В импортозамещение уже активно включилась Беларусь. На этот год тоже большие планы. Там и Африка, и Дальний Восток. Но в ЕС не отчаиваются и готовят новый, уже десятый пакет санкций. Вот это целеустремленность. Привет. Это на сегодня хватит. Пройдем по самым любопытным новостям недели. С вас лайк и подписка. И начнем. Американцы пишут о желании переехать в Россию после слов Путина о Западе. На днях в своем обращении российский президент высказался о традиционных ценностях и о том, что там становится нормой. Речь шла и о концепции гендерно-нейтрального всевысшего. И о том, что западные священники дошли до благословения однополых браков. Хорошо, что еще не с друг другом. Хотя это пока. Но, как оказалось, далеко не все американцы это разделяют. И таких больше, чем кажется на первый взгляд. Не так давно стало известно, что миллион американцев хотели бы переехать в Россию. Реально миллион. Хотят, но не могут. И у них есть одно такое препятствие. И это не напряжение между нашими странами. И это даже не весь этот политический замес. А он как раз-таки является стимулом. Препятствием является российское миграционное законодательство. И если бы не оно, сюда бы хлынули толпы американских мигрантов. И все-таки в чудные времена мы живем. В ответ на объявление Репина украинским художникам Калининградцы Канта признали советским философом. Может быть, даже белорусского происхождения. А почему нет? Власти Калининграда дали ответ на выходку Лондонского митрополитена-музея. Напомню, что они объявили Илью Репина и Ивана Айвазовского украинскими художниками. Теперь на памятнике философа Эммануилу Канту красуется такая табличка. И она гласит. Эммануил Георгиевич Кант – советский философ-мыслитель, уроженец Калининграда. Далее сообщается о том, что Кант окончил Баутийский федеральный университет имени Эммануила Канта. Также в Калининграде просят признать Джорджа Вашингтона и других отцов-основателей США индейцами, рожденными на территории Британской империи. Раз уж теперь такой мировой стандарт определяет национальность по территориальному признаку. и рекомендовали изображать этих исторических деятелей в народных индейских костюмах. В этой новости прекрасно все. А теперь попробуйте оспорить. Эстонская разведка пришла к выводу, что санкции против России работают. Об этом сообщила премьер-министр Эстонии Кая Калас. Эстонская разведка всегда со своевременной информацией. «Хочешь сказать, что ленивцы медленные? Я думал, ты у нас не веришь в стереотипы. Здравствуй, дорогой друг». Логово гения в прибалтийского шпионажа за последний месяц хорошо поработали. Они узнали, что Путин неуступчив, что хочет посадить Украину за стол переговоров, и что время на его стороне. Да, с такими темпами, кажется, месяцем ранее мы пропустили главную новость. О том, что на смену Борису Ельцину пришел какой-то новый президент. И теперь нужно время, чтобы с ним познакомиться. В Литве испугались юных теннисистов из России и Беларуси. Ракеток испугались? И да, и нет. На этот раз у литовских властей и экспертов пригорело по поводу того, что россияне и белорусы зарегистрировались на юношеский турнир. Пока местные чиновники уверяют, что ничего не знают об их приезде. Я этого не видел. Ничего не было. Литовские специалисты вообще видят в этом госизмену. По версии одного политолога, такая ситуация представляет угрозу национальной безопасности Литвы. Он сказал, что такие визиты могут быть использованы разведывательных целях. Ох уж эти теннисисты-разведчики. Специально же отдали столько времени спорту, чтобы наконец поехать на разведку в Литву. Или уже пора начать принимать препараты перед весенним сезоном. В Финляндии приступили к строительству забора на границе с Россией. Всем привет! Это на сегодня хватит. Пройдем по самым любопытным новостям. Но сначала с вас лайк и подписка. И начнем. В Финляндии приступили к строительству забора на границе с Россией. Яценюк, что ли, к финнам сбежал? О планах строительства стало известно еще несколько месяцев назад. Правительство собирается потратить на это более 143 миллионов долларов. Древние египтяне строили великие пирамиды, а современные финны строят великое ограждение. Да-да, забор будет высотой и несколько метров. А сверху будет затянуто ограждение. Видимо, ожидают на своей границе как минимум армию ходоков. Пробную часть забора построят рядом с городом Иматра. А на российской стороне ближайший город Светлогорск. Ограждение оборудуют видеонаблюдением, освещением и громкоговорителем. По замыслу финнов, преграда нужна от набегов варяг, то есть серсиян. Однако специалисты пишут, что помешают они, скорее всего, только диким животным. Забор нарушит их естественные миграции. Эх, Греты Тумберг на вас нет. Но вы продолжаете строить. Отгородимся и мы от вас. За ваш счет. В России откроются белорусские аналоги магазинов Икея. Светхаус. Только без шведов. Ожидается до 10 магазинов в 2023 году. А в будущем 50 точек по всей России. Кстати, сама Икея уже попросилась обратно. Но свято место пусто не бывает. Ожидается, что там будут те же привычные товары, что и продавались в шведских магазинах. И белорусские предприниматели ведут переговоры с прошлыми и нынешними партнерами ушедшего бренда. И не исключено, что ими будут выпускаться те же товары, но по другими марками. И это обеспечит легальную поставку. А белорусы всегда делали недорого и хорошо. Так что Икея повыпендривалась и давай пока. Ждем в магазинах дранники вместо тефтелей. Байдену не удастся увидеть красоты Пензенской области. Губернатор Мельниченко запретил ему посещать регион. Как тебе такое, Джо? Началось все с того, что США ввели санкции против свыше 40 российских губернаторов, включая Мельниченко. Сначала губернатор сообщил, что ему приятно оказаться в компании других. И по его словам, это значит, что они все делают правильно. Затем распорядился запретить въезд на территорию региона американскому президенту и всей его семье. Теперь его участи не позавидуешь. Олег Мельниченко также сказал, что нам такие люди не нужны. Жители Пензенской области всегда славились своей отзывчивостью к чужим ведам и добротой, и честностью. И всех этих качеств у Байдена нет и не было никогда. Подозреваю, что и не будет. Шансы на исправление крайне невелики. И он уверен, земляки поддержат его решение. Жестоко, конечно. И так править осталось недолго. А еще и Пензу на старости лет не увидят. Но сам виноват. В России остался единственный губернатор, на которого не наложены санкции США. Это Ростислав Гольдштейн. Глава еврейской автономной области. Наверное, приняли за часть Израиля. Но губернатор решил сам догнать коллег. Он пообещал подать на американские власти европейский суд по правам человека. Он сказал, что если вы хотите спросить, почему я один не попал в санкционные списки, то я отвечу, я на них суд подам в Страсбург. Также он добавил, что этим власти причиняет ему моральные страдания. Действительно, как-то обидненько. Или не вели, потому что вы боялись, что это будет антисемитизм. И если одни думают, как за персональные санкции отомстить, то другие думают, как наоборот их заполучить. Остается пожелать губернатору все же выиграть этот суд и выбить себе заслуженные санкции. Новый Рижский театр У спектакля сформировался неверный посыл. Еще бы, после разучивания роли на латышском и украинском. Гоголь все-таки писал на русском языке. Вообще интересно, творческие неудачи частенько преследуют наших уехавших артистов. То иноагент Илья Прусикин из Little Big жалуется на отсутствие денег, то такой же Смоленинов за последнее время сыграл разве что только клоуна. А все потому, что хороших русских для них нет. А в Америке нашли виноватых в северных потоках. И это Украина. Привет! На ваших экранах на сегодня хватит. А это значит, пора пройтись по самым жарким новостям. Но сначала не забудь поставить лайк и подписаться. В Калифорнии захотели выплатить афроамериканцам по 360 тысяч долларов. Об этом сообщает Bloomberg. Представляя лица индейцев в этот момент. А все началось с того, что несколько лет назад мэрия Сан-Франциско постановила создать специальный комитет по препарациям. Однако о расовом разнообразии особо не позаботились. И все 14 членов этого комитета темнокожие. Ну, это просто совпадение. И вот они всем комитетом думали, как же покрыть все страдания прошлого. И кажется, приличная сумма решит этот вопрос. Предполагаю создать и нам свой комитет. И выплатить всем тем, кто пострадал от татар-монгольского ига. А если серьезно, то где взять столько денег? Какие-то эксперты пишут, что уйдет сумма, сопоставимая с годовыми расходами за 20 лет. Да и по данным, 7 из 10 американцев такую инициативу не одобряют. Но сказать об этом вслух, значит показать себя расистом. Так что нравится-не нравится, выплатишь и репарации, красавица. Луи Виттон пристыдили за пророссийский ролик. Там точно сидят гении маркетинга. В Киеве усмотрели в нем поддержку России и возмутились. Об этом написал советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк. Офицеры, россияне, пусть свобода вас сияет. Как ни странно, возмутились пока что только на Украине. Эстонцы, например, возмутятся тоже чуть позже. По мнению обиженных, в ролике фигурируют цвета России и ДНР, а также символы спецоперации. Но Луи Виттон красиво всем ответили. Они опубликовали французский флаг и надпись «Учите географию». Но стоит отметить, что цвета в проморолике все же отличаются от классических французских и приятно сочетаются с нашим ДНР. Но Штирлиц еще никогда не был так близок к провалу. А в Америке нашли виноватых в северных потоках. И это Украина. Когда семь бед, один ответ. Но за дело взялись и немецкие эксперты. И дело было так. В теракте участвовали шесть человек. Пять мужчин и одна женщина. Это был капитан, врач, два водолаза и два помощника. Они арендовали яхту по поддельным паспортам. Затем довезли взрывчатку до места преступления. И были таковы. Скажите, а Игорь Владимирович запомнил лицо нападавшего? Нет, потому что нападавший был в маске. И в ластах. Да, в ластах. Чтобы быстрее передвигаться по воде. Но при чем здесь Украина? Спросите вы. А вот при том, что независимое следствие выяснило, что яхта принадлежит украинской компании. Парус, вы не захотели купить яхту? Все из-за вашего шмотства. Ничего, мы сейчас сделаем яхту. Вот это используем как парус, а этот столб как мачту. Вошел? Да, полностью. Так, хорошо. Прекрасный западный ветер. По-моему, восточный. Да, им, конечно, сейчас до аренды яхт. А на воре и шапка горит. Ведь Белый дом сначала твердо стоял на том, что ничего не знает. Потом допустил, что да, наверное, такое было. И потом, наконец, было, но это не я. А я тут ни при чем. Совсем я ни при чем. А я тут ни при чем. От Украины ответ пока не пришел. Скорее всего, будут счастливы узнать, что такую перемогу провернули. Индии предъявили за покупку нефти у России. Когда за разумные действия приходится оправдываться перед цивилизованным миром. На что глава МИД Индии ответил, что ЕС импортировали из России энергоносителей в два раза больше. И что про газ он вообще молчит. Они его, например, вообще не закупали, а Евросоюз закупил аж на 50 миллиардов евро. И что может быть Евросоюз делает для России гораздо больше. Вы только Зеленскому этого не показывайте. Помимо этого в стране заявили, что намерены удвоить экспорт. Да и Россия готовит упрощенный визовый режим. А США и ЕС хоть и бесятся, да только ничего сделать не могут. И даже санкции на Индию наложить. К тому же оказалось, что дружить гораздо выгоднее. А когда ситуацию изменить не можешь, надо найти в ней положительные стороны. Иначе вот этого заявления я объяснить не могу. И смех, и слезы. А главное вопрос. И кто же теперь свободная страна? Конгресс США решил, что мужчины тоже могут рожать. В сети разошлось видео со слушаний Конгресса, которые прошли в сентябре 22-го. Сторонник демократов, доктор медицинских наук Хавик Умар на полном серьезе сказал члену Конгресса от штата Эндрю Клайду, что мужчины могут забеременеть. Такой себе доктор медицинских наук. И почему вообще у первого сэра возник этот вопрос? Мужики не рожают детей. Это женское дело. В этом весь кайф быть мужиком. Но главное сообщается, что Кумар главным образом обсуждал, как ограничение абортов может нанести вред пациентам. Особенно если речь идет о мужиках. И этот вопрос уже не первый раз поднимают в Конгрессе. Ранее там уже горел жаркий спор, где спикеры активно ссорились. Когда один заявил, что мужчина не может рожать, другой обвинил его в отрицании трансгендеров. Что же тут сказать? Доктор Кумар ерунды не скажет. Да и хорошо, что маткапитала у них нет. А то на всех бы не хватило. МИД Украины ищет послов по объявлению. А знаний языков обязательно? Или русофобного хватит? Привет! Это на сегодня хватит. Пройдем по самым горячим новостям. Но сначала с вас лайк и подписка. И начнем. В Грузии снова проходят протесты. Но уже за закон об иноагентах. Вот это поворот! Теперь сторонники ЗА сняли флаг Евросоюза со здания парламента и растоптали его. А глава дипломатии ЕС Баррель велел эти протесты поддержать. Но только не эти, а другие, которые были против. Он сказал, что ведение такого закона нарушает права человека и принципы демократии. Но осуждая, как говорится, предполагай. И ЕС предложили вести у себя такой же законопроект. То есть грузины пусть остаются в невиденье, ну а европейцам иностранное влияние денег нужно раскрывать. Кстати, в США такой закон существует аж с 1938 года. Но кому можно, а кому не нужно, скоро и до самых неверующих дойдет. Байден выступил с экстренным обращением в связи с банковским кризисом. Было занимательно. За это время он заверил американцев, что все депозиты доступны им при необходимости, что они могут быть уверены в безопасности банковской системы США. И что инвесторы осознанно шли на риск. Но риск не оправдался, и так работает капитализм. Рынок на это ответил еще большим обвалом. Когда банковскую систему можно оценить по состоянию президента США? Джен Псаки отметила, что не на шутку встревожена состоянием Байдена. Отметив, что его речь была чем-то из разряда вон выходящим. Она сказала, что обычно он ничего не делает такого в 9 утра. Но Джен чуть-чуть ошиблась. Ничего образумительного он не делает и в остальное время суток. МИД Украины ищет послов по объявлению. А знаний языков обязательно? Или русофобного хватит? Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба – человек явно нетрадиционной профориентации. На днях объявил об открытом конкурсе послов. По его словам, в стране сейчас кадровый голод. И размещение в соцсетях и на сайте мог бы решить этот вопрос. Надеюсь, на Авито они тоже разместили. А лицо кадрового голодомора сообщил, что предпочтение будут отдавать женщинам. Да кто бы сомневался. Одну посолку в Болгарии мы уже видели. И как будто у нас есть два вектора. И мы между ними и ходим. Поэтому, похоже, вот это про секси вырвалось, потому что было связано с деньгами. А потом были заслуги перед украинской разведкой от Ксюши Манекен. Я занимаюсь тем, что я езжу на модельные тусовки. Красивые девочки приезжают и тусят за деньги. Я просто зарабатываю деньги там, где это действительно легко. Ждем достойнейших кандидатов. С таким голым, в смысле прозрачным отбором, за страну точно не стоит переживать. Дмитрий Назаров возмущен отсутствием глубины у россиян. Говоря, Соловьев завтра скажет, что они там во Франции по утрам едят младенцев, поверить в это невозможно. Ну, завтра же мне напишут, сволочь, ты жрешь младенцев во Франции, ты для этого уехал. Это очень поверхностный народ. Глубинного в нем нет ничего. Так во Франции уже ели лягушек, и с приездом Назарова уже нет. Инвалид, где мои яйца? Где мои яйца? Все есть! Где мои яйца? Где мои яйца? Что, не почувствовали сей глубины? Напомню, что он и его жена, артистка Ольга Васильева, рассказали, что Константин Хабенский вынудила их уйти из МХТ. По их словам, якобы к худруку приходили какие-то серьезные люди, с которыми состоялся тяжелый разговор. А затем Хабенский их уволил. В противном случае мобилизовали бы артистов остальных. А теперь всех на распределительный пункт. Чао, Буратино. Можете даже писать мне письма до востребования. Меня зовут Себастьян Перейра, торговец черным деревом. Что тут сказать? Хабенскому браво! Если такой разговор действительно его убедил, сразу понятно, что с нами остался настоящий артист. Украину исключили из чемпионата мира по футболу на 2030 год. И вместо нее взяли марокканцев. Вслед за пролетевшим мимо Оскаром еще один удар. Новый сообщил футбольный инсайдер Роб Хайлз. И по его данным Португалия и Испания засомневались, что к 2030 году страна сможет постановиться или вообще существовать. А ведь стопили за то, чтобы Россию отовсюду исключили, надеясь на так называемых друзей. А друзья-то и Евровидение провести не дали, и кинули с Оскаром, и с чемпионата мира. Исключили.